не понял а а вот оно что всем бобра дорогие друзья с вами в индии сегодня я очень рад потому что вышла creepy tale 3 часть это игру лина в котором мы с тобой первую вторую часть играли проходили нам с тобой она очень понравилась и это третья часть она не связана с предыдущей частью так что если ты не смотрел первую вторую часть вообще не переживай это такие знаешь страшные сказки в которой ты можешь опуститься вместе со мною пройти я обожаю такие вещи в предыдущей части если тебе интересно там был парень у него сестру забрала злая колдунья она хотела уничтожить весь мир он остановил ее но пытаясь остановить ее сам стал жертвой короны которая овладела его сестрой ну короче говоря плохая концовка и главный герой стал злодеем я думаю что то подобное здесь тоже будет очень клево люблю такие темы люблю такие вещи поэтому да вон собственно мы видим слева что наши главные героини видимо закусят в наказание за свои проступки ингрид попадает в преисподнюю пробирая сквозь тьму жаждущую поглотить ее сердце девочка идет к искуплению ее судьба находится в ваших руках то есть мы с тобой будем гулять в аду прекрасно глава 1 хлеб вот это я видимо да да конечно я создана чтобы вкушать все радости жизни молодец какая ни разу не число навести бабушку и отнеси ей свежий хлеб тут она обрадуется тебе давай взял хлеб когда вернусь хочу чтобы на столе были блины какая я мудачка конечно моя милая а ты побудь немного с бабушкой поговори с ней ей так одиноко да да побуду поговорю да 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 вообще насрать все честно я призвана чтобы все вкушать радости жизни хлеб ваш не радость жизни для меня я хочу конфеты обожраться и диабет так ладно я какая недовольная рожа у меня слушай такой про не будь таким противным как вот эта девчонка надо родителям помогать маме надо уважать бабушку надо любить я конечно понимаю что тебе кажется что все это будет с тобой вечно но нифига ты и оглянуться не успеешь как ебака тебя попытается съесть так тебе новые башмачки еще купили слушай перевоспитали эту подругу нашу маленькую хлеб ты шо так тебе и надо такие надо не будь никогда короче говоря такой жопой как вот эта девчонка потому что ты оглянуться не успеешь как на самом уже глава 2 ну все на этом все дорогие друзья оглянуться не успеешь те кого ты не мог ценить не знал что это вообще закончится оно закончится однажды ты проснешься с утра поставишь ногу на пол и поймешь что коленка у тебя болит ты уже постарел тебе 16 лет это все уже трындец спина каждый раз болит не сиди долго потому что иначе она сломается вот так вот собственно и живем да но мне повезло мне вечно три года так что мне комфортно всегда нормально бабки-людоедки у меня такое такая обитала в подъезде по крайней мере мне об этом рассказывали мне мама рассказывала что не ходи по вечерам потому что иначе бабки-людоедка тебя съест слушай вот это конечно у них wildberries доставка удобная тебе нормально она вроде жарит почему я сижу будто я просто в теплой ванне а я наверное плохая девочка мне не жалко слушай хочу такую же уверенность в жизни как эта девчонка ну-ка давай рассказывай из меня пиво сделала то хоть что-то полезное из меня выйдет ножкой топтуба обходить яму тебя не учили нет ладно мне нравится как я просто появился и сразу докопался до бабу что такое туда направо там что-то есть там звуки издаются я надеялся что меня там съедят а ха 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 я не люблю дурить другим подарки я люблю подарки получать поэтому пошла к ты в жопу здорово и плюнь в нее не подожди я на такое не подписывалась так давай это до вашего внучка съем слышно мелкий но это прям как я а так ладно хорошо это я могу взять значит мы с тобою сейчас упали просто в какую-то рандомную рандомнейшую дыру пытаясь переступить через нее через хлеб не знаю какой в этом смысл но судя по всему я очень уверен в себе просто по жизни меня абсолютно не гнушает то что меня пытаются сожрать меня это не расстраивает не ну правильно а чё расстраиваться когда тебя съедят не надо расстраиваться так как инвентарь открыть еще раз так это мы включили подожди пахашок массивный вентиль вот так и что мне теперь надо мелкий сейчас надо наверное всех попробовать кто-то из них будет неприятно гореть и им станет грустно они расстроятся помрут все старые мы в прошлой серии короче точнее в прошлой части нам всем доставляли проблемы бабы бабочки которые вселялись во всех давай иди разноси там все вот все у нее в руках теперь малой теперь я могу поесть из его миски кайф теперь я могу поесть наконец-то а то монтизации на ютубе нет надо же как-то есть да ладно тебе это куриная лапка зажмите влево или вправо чтобы сделать выбор ну взять конечно все чужое все мое я пришла чтобы вкушать все прекрасные вещи этого мира куриная лапка китайцы ее любят здорово а ну все ее не переживать ничего что значит не так а сейчас сожгу я вашу эту хрень так и теперь вот этой а это назад наверное да нет мне нравится как ей вообще наплевать абсолютно на то что происходит тихо 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 это я что-то неправильно сделал а ты можешь меня съесть а не может лох куриная лапка подойти покормить швырнуть давай подойдем покормим мы с тобой хорошая девочка доверчивая на руку не откусить все мы друзья с растениями подергал растения растения теперь ко мне хорошо относится молодь не надо а хотя не надо он хороший ты шури вот это акробат а почему бабуле вообще наплевать на то что происходит мой внук убежал девочка уехала но возможно мы с тобой в ад уезжаем поэтому как бы всем наплевать стоп серьезно мы с тобой отправились в ад за то что мы бросили хлеб нет я конечно понимаю что хлеб надо любить ценить но по-моему это немного перебор вот он это главный герой предыдущей части здорово ну все то ты мой обед так стоп это по моему да это по моему предыдущий персонаж из предыдущей части уберем много на играть люблю так и остальные что делать наверное нормальное правило за древностью лет свободной жизни их враждане примиримо мрачновато какие-то вы здесь все неприветливые сейчас хлеб у тебя сажу ингрид не ангел иначе вы сюда не попала ну да мы с тобой точно уже в аду ответить грубо ответить вечно да пошел там давай вежливо мы с тобой хорошая девочка вместе одна вот поэтому давай вежливо ему ответим очень хочу прошу помогите видишь водопад за ним портал обратно в ваш мирок заходи в любое время из ада так легко можно выйти так просто проще некуда попробуй че ты как-то мне кажется ты меня обманываешь крысе дашь и дачу рот свои тапки а угу а он свои эти свои ногти ест класс ну и как вкусные ногти у тебя там дай попробую слышу дай дай блин вот этот наш короче главный герой предыдущей части если это он а по-моему это он прическа похоже по крайней мере у меня плохая память на лица особенно нарисованы а он короче пытался спасти свою сестру но спасти не мог потому что сам пытаясь спасти сестру от зла он сам стал злом вообще на самом деле довольно круто очень так это dark deep fantasy мне нравится так ладно пойдем но мне кажется это какая-то обмануха 31 что больно горит да конечно то есть она выпускает только если ты хороший парень ну или девушки что что там такое там я сейчас поднимаю там этот что за тобой придет демонюга какой-нибудь да точно 5 5 грехов слева твои грехи а справа добрые дела слушая хорошая с этим делать да просто будь собой я тебе сейчас ударю что твои советы такие бесполезные или так а я могу с тобой еще поговорить давайте бы ногти подстригу что ли хорошее дело сделаю нет наверное нельзя слушай прикольно то есть у нас с тобой моральная здесь моральный компас и мы с тобой будем определять быть хорошая девочка или плохой девочкой я ну правильно видишь как как бы в жизни конечно к сожалению или к счастью так не бывает не бывает такого очевидного наказания тебя за плохое хотя кто знает а чё тут только дети я не понял а нормальных людей тут нет раз два аккуратно давай аккуратно вон он подставит меня малой видимо если короче говоря у нас справа меньше чем слева то мы прыгаем налево четверочка поехали двоечка назад прыгаем на тройку вперед прыгаем на четверку пятерка прыгаем вперед вперед прыгаем потому что 6 на двойку нельзя прыгать прыгаем на 5 назад на троечку нельзя. Прыгаем назад на два. Прыгаем назад на один. Ну и на двойку прыгаем, потому что можем. Прыгаем вперед на троечку. Так, прыгаем назад на четверочку. А, кстати, нет! Дальше на пятерочку. Вперед. Дальше на шестерочку. Вперед. И дальше сюда. Самый большой мозг 31. Что? В смысле? Брюхо. Блин, вот это мы по главам прыгаем с тобой. А, то есть только один из них любит... Ну что, вы в какое-то здоровенное создание упали? Да, похоже. Да-да-да-да-да. Он кормит, короче говоря, и у него рот, кстати, заколан. Ты видишь? Блин, прикольно. То есть мы с тобою, будучи плохой дев... Ну, кстати, мы с тобой не такая плохая девочка. Пять плохих дел, пять хороших дел. Мы с тобой 50 на 50, девочка. Мы с тобой просто нейтрально хаотичная. Почему нас с тобой ват? За что? Ребят, мясо. А, им рот зашили для того, чтобы они не сожрали. Что за дикость здесь происходит? Ударь его. Мне нужно хорошие диваны фармить. А зачем ты жрёшь лук? Не, ну чеснок с утра это хорошая еда. А, подожди, я могу у тебя нож забрать? Опа. Плохая концовка. Поехали. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ща я вам покажу. Не, она реально, она реально готова кого-то зарезать. Ты видел? То есть у неё лицо создание, которое готово ко всему. Ага, это наверх у нас с тобой. Поехали. Дальше он чё делает? Так, я могу вот это вот, кстати говоря... Ага. Ну, значит, сопли мы порежем. Да. Сюда заходим. Здорово. А хочешь я тебе рот порежу? Чеснок, зачем? Ну, если хочешь. Угу. Хе-хе-хе-хе-хе. Игра не даёт. Так, ладно, нам нужно с тобой... А чеснок хочешь, бро? Давай я тебе чеснок. Ты же не любишь чеснок? Нет, чеснок нельзя. С ним вообще взаимодействовать нельзя. Слушай, с какой уверенностью она достаёт нож. Опасная девочка. Хм. Это когда она не знает, что делать. Ну-ка, отдай. Вырвать кость силой медленно и осторожно вытащить кость. Давай аккуратненько. Мы ж не хотим обидеть с тобой здоровенный рот, который нас может сожрать. Ничего не могу сделать. Выберусь отсюда. Расскажу. Никто не поверит. А ты книгу напиши, потом денег с этого заработаешь. Вот это выгодно будет. Будешь писательницей популярной. Так, это он едун. А, подожди, 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 подожди. Я знаю, что мне надо сделать. Сейчас он рот откроет, я в него закину чеснок. На. Нет? Ладно, давай, пусть он сейчас дёрнет лифт. Лифт поехал. А, это у него, кстати говоря, не нож. Теперь мы можем вниз спуститься. На здоровенную почку. А я могу зарезать почку? Ножом. Не уверен, что хорошая идея... Ай! Кому-то было больно. Какая мерзость. Выбросим взять. Всё ваше пригодится мне. Выглядит отвратительно. Но кто его знает? Может и пригодится. Я тоже так думаю. Кто знает, когда тебе пригодится громадная почка или печень? Я не знаток в медицине, так что я не могу сказать, что это точно, но я могу пойти ниже. А-а-а! Замечательно! У него граната! Как с ними договориться? Ну, почкой. А, это печень. На. Дай мне, пожалуйста. Рычаг. Она сдохла, кстати, от этого. Так. На тебе дурнопаднущий чеснок. Сдохла. Хорошо. Ветхий полый рог. Часть шестерёнки. Железный рычаг. Так, ладно. Тут кусок пиццы лежит. Могу взять? Так. Нам нужно с тобой теперь наверх, наверное, добыть у кого-нибудь ещё еды. А я могу у тебя ещё что-нибудь отрезать? Нет. Печь им больше не даётся. Не понял. А! Ага. Вот оно что. Оп. Так. Я пол поднял, да? А-а-а. Вот. И теперь я могу перепрыгнуть, да? А-а-а. А ты думал. А ты думал. А-а-а! Да что ж ты так кричишь-то, а? Нет! Этот кислотный дождь испортит... Девчонка оказалась в аду. Всё, о чём её беспокоит, это то, что кислотный дождь испортит её прекрасные волосы. Фу! Бери в карман, не нюхай. Вот надо тебе прям всё понюхать. Всё в нос, всё в рот. Не надо этого делать. Печень, здорово. Я пойду покормлю эту гениталию внизу. И она будет прекрасно себя чувствовать. Ну, то есть, нет, она умрёт, а я буду прекрасно себя чувствовать. На чеснок. Надеюсь, ты не любишь чеснок. Ай! Опять любезно с тебе мне дали ачивку. Так. Раз. Два. Я что-то остановил. Внизу. А, перестаёт падать. Да, 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 да. Перестаёт падать кислотный дождь. А насколько это надолго? Мне кажется, это вообще ненадолго. Кислотного дождя нет. Нет, 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 нет. Хватай. И назад погнал. А если я опоздаю, да, то меня вольнёт? Я прям ничего не успею сделать, потому что меня зальёт кислотным дождём. Опасно. Кто бы мог подумать, что в аду опасно. Так. Значит, смотри. Теперь мы с тобой берём и берём. Я не могу их видеть. Не думаю, что... Так она не сломанная? Ты её можешь починить? Не думаю, что сломанная. Так ты почини её. Не думаю. Да ты достала думать? Смотри, у нас с тобой здесь есть жижа. А я могу... Ветхий пол... Ага, полный рог, он же пустой. Я в него могу налить сейчас кислоту. И потом кислотой пойти прыснуть на тентаклю. Кстати, печень зажива, прикинь. А, ну да, она же регенерирует очень быстро. Ты знал, кстати, что печень это самый регенерирующий орган у тебя? Если отрезать кусок печени, всё равно всё будет нормально. Не надо проверять на всякий случай, но как бы по идее должно быть так. На. Закуси. Так, класс. Чё это? Иу. Проход забит пищевыми отходами. Ага. А если я сейчас эту липкую жижу... А, стой. Липкая жижа. Я могу липкую жижу использовать для того, чтобы соединить, возможно, шестерёнки? На. Мозг 31. Так, всё. Теперь мы с тобой сейчас запустим там вверху механизм. Потом мы с тобой попрём наверх, пройдём дальше. Ну и будет вообще всё хорошо. О, посмотреть на руки. Шесть. Шесть. Я хорошее дело сделал. Еее. А чё я сделал хорошее? Когда я успел что-то хорошее сделать. Ребят, признавайтесь. Кому я там сделал, чё хорошее? Я должен выставить баланс. Так, ладно. Давай сюда. Врубай это. Нажимай на рычаг. И чё происходит? Гадай. Гадай. Тыква. Сейчас мы покормим эту здоровенную штуку тыквой. Она, я не знаю, стошнит её. Я посмеюсь и буду чувствовать себя прекрасно. А может, наоборот, ей понравится эта тыква? Может, ей не нравилось мясо, а её кормили постоянно? Может, это вегетарианский здоровенный род? Чё б тебе плохо было? О! Стоп, я, возможно... И что? А чё? А, у него сейчас... Вот так вот, ребята. Здоровое питание. Здоровое питание, что творит с твоим организмом. Видишь, всякая слизь появляется. Кушайте правильно, ребят. Жрите мясо. Здорово. А, это этот чёрт игривый. Мне не давали. Да ладно, я уже хочу есть. Не знаю. Сложный вопрос, блин. Да. А почему у них зашито рты? Они болтали слишком много, как ты? Визиво. Остроумная. Может быть, и выберешься. Давай вежливо ответим. Спасибо. Надеюсь, выберусь. Мой тебе совет. Не попадайся никому здесь на глаза. В особенности тётушке зубная боль. Вот это да. Тётушка зубная боль. Здесь течёт своя жизнь. Или, скорее, смерть. А местным вы только мешаете. Путаетесь под ногами, докучаете распрасами. А зачем меня тогда сюда прислали? Он поднёж с детьми никогда не церемонился. Он видит ребёнка. Сразу обращает в камень и ставит во дворе. В декоративных целях. Правильно. Замечательно. Ну, короче, если ты вежливо с ним разговариваешь, он подсказывает тебе, что делать вообще в этой жизни. Ну, или в смерти. И как справляться с бедами. Модест. Модест. Я не помню, кто это такой. Давай ты не будешь ломать сейчас никакой мост, а. Ну да, наверное. Я просто прямо пошла. Другой дороге-то всё равно. Нет. Вот именно. Вот именно. А ты меня только отвлекаешь. Дурень. Да может я помочь хотел. Хотел бы, помог бы. Если хотел, то говори по делу или молчи. Давай игрит вместе его. Селены любят детей. Ну, по-своему. В смысле? Повесит момент снов, и ребёнок гибнет в кошмарах. Здорово. Это что? Тоже часть твоей дурацкой игры? Дурачок. Не обижай, млохов. И они будут к тебе добры. Ладно. В этой, как ты выражаешься, дурацкой игре, можно смыть себя... Так а я уже смыл. У меня уже хороших дел больше. Раскаяться, обозлиться. Виновата я, я хлеб уронила. Мамочка, прости. Я вела себя ужасно и не ценила твою заботу. Вот что ад делает. Уже раскаивание пошли. Это хорошо. Но слова ещё нужно подкрепить и делом. Хорошо. Не реви. Может ещё вернёшься. Одному мальчику, я слышал, удалось сбежать. Это какому? Подожди. А, то есть возможно вот этому мальчику всё же, который из предыдущей части удалось сбежать. Так, а чё у меня по хорошим делам? Двенадцать хороших дел. Обалдеть, слушай. Если каждое доброе дело, это хорошее дело, то я могу просто фармить. Есть способ обойти защиту. Мой кузен как-то пробался. Какие-то это... Сверхсовременные ребята. Ну всё, он у кого-то в супе. Ну и чё? А как... Как это сделать-то? Есть способ. Как? Не скажу. Понял, типа, спасибо, братан. Вот это ты полезный, конечно. А потом говоришь, хорошо относись к нам. Вот зачем к вам хорошо относиться, если вы даже не помогаете? А-а-а. Я должен себя перьями покрыть. Да-да-да-да-да-да-да. Сейчас я... Буду такой волосатой. Просто обалдеешь. На. Ля-ля-ля. Всё, я сова. Маскировка уровень 1000. Погнали. Да ты-то чё со мной идёшь? Ты твоего кузена съели. Вот именно. Э-э. Хрен с ней. Ну мы с тобой несемся прям по главам. Сколько тут глав, интересно? Наверное, штук 12. То есть, смотри, мы сейчас с тобой ушли от гигантской какой-то клоаки, которая жрёт людей. А, подожди, я помню их. Это же совиные ребята, которые в предыдущей части были. Зачем ты сняла вообще? Я не помню, тебе оно мешало, что ли, или как? Там крепота какая-то будет. Хм. Туда, возможно, мне что-то надо положить. Так, смотри, сова собирает цветы для ловцев снов, висшит ловец снов над ребёнком ночью. Ну и потом они, наверное, жрут ребёнка. Как бы такой рецепт. О, справа меняется, видишь? Так, ладно, пойдём дальше. Они, короче, что-то с цветами там баламутят. Потом на ребёнка. Стоять здесь нельзя. Я бы стоял под этой штукой и заснул. Засыпляют, он спит, и всё. Найс. Заработало. Но это нам с тобой... А вот если бы ты шляпы не снимала, дурня, то было бы всё нормально. А-а-а, шарик сюда, серьёзно. Вот это очень неожиданно. Если я сейчас на тебя нажму. Молоток. Не знаю. Ну, молоток. Ну, типа, красавчик. Что-то такое. Так, этот у нас тут ремонтник. Смотри-ка, ремонтируют. На глаза им, наверное, попадаться не надо. Вряд ли они что-то хорошее нам сделают. У них рты не закрыты, так что они не такие добрые, ребята. А я могу идти... А где мой нож? Похоже на бочонок. Да ты можешь потише, а? Похоже на бочонок. Прячься. Отлично. Я, может быть, кирпич могу забрать? Зачем мне кирпич? А-а-а. Я могу дальше просто пройти? А, да нет, это прятка. Подожди. Ай. Тихо, тихо, тихо. Ты чё? Так. Я могу сейчас цветок, наверное, забрать. А ну, дай мне цветок. Моё, 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 моё. Опа. В художественном фильме теперь моё. Нет. А почему не берёшь? Почему не берёшь? Фига. Удушающая взяла. Так, ладно, пойдём тогда наверх. Наверное, сюда мне тогда надо. Может быть, у меня чего-то нету для того, чтобы воспользоваться цветком. Так, тихо. А, откопать его надо, да? Откопать цветок надо. Так. Пустая пыльная склянка. А здесь я ничего не могу сделать, да? Взял это в пустую пыльную склянку. Теперь она не пустая. Склянка с краской. Единственное, что мне приходит в голову, это сейчас на цветок прыснуть краской. Не знаю, зачем, не спрашивайте. Я вообще не знаю, чем управляется эта девочка, когда она делает вещи. Давай, давай, давай. На. Всё, ваш цветок теперь отстой. Да ладно, не переживай, сердце остановится. Мне так нравится, как он там. Так. Теперь он идёт. Шо? Шо за цветок ты мне дал, дебил? Смотри, даёт херню, говорит. Не знаю, тоже чё-то как-то странно. Так, он идёт сюда. Что за безумие? В смысле? В смысле? Так. Я, если что, прячусь. Он меня не заметит. Я надеюсь. Теперь я могу сюда. Что за безумие поднял? Он внизу. Не знаю, говорит, чё такое происходит вообще. Я нормально тебе растение дал. Блин, ну жесть. Родной, как ты мог это испоганить? У тебя была одна работа. Да я не знаю, это не моя вина. Я не виноват. Ну правда. Да ты вообще конченый. Ножницы взял. Опа. Хорошее дело делаем, парни. Хорошее дело. Родной, что с тобой? Вставай. Так, нам надо вниз. Он сейчас догадается. Он сейчас догадается. Он сейчас догадается. А, я знаю, что мне надо сделать. Я сейчас спрыгиваю сюда. Аккуратненько поставил сечу. Взял. Найс. В художественном фильме сделали хорошее дело. Мокруха, убийство, доброта. Доброта приходит с вашей кровью. Эй, ты чего так вырядился? Ля какой. А мы знакомы. Да что ты вот это вот прикидываешься? Мы же с тобой играем в игру. Это, видимо, мой кузен развлекается. Ты ещё придуриваешься. Вот же издельник. Ясно. А ты чего здесь делаешь? Тебя там потеряли. Сокровища ещё. И чё, как? И как успехи? Ты нашёл кое-что. Теперь осталось найти выход. По-моему, ты меня надуриваешь. Ты часом не знаешь, где он? Сейчас найду. Хотела то же самое у тебя спросить. Ах, врат мне перья. Вот же филины сануты. Замуровали в своём требе. Хоть уж здесь голодный. Без снаю. Так отдай мне свою шляпу, и я всё сделаю. Странные они какие-то. Так что за сокровища? Незачем девчонкам это знать. В смысле? А если я идентифицирую себя как вертолётер-холикоптер-35? Тогда что? Так, ладно, я всуну это сюда. На. Теперь. А мне, наверное, этого сейчас не нужно, да? Знание. Это в библиотеку, возможно, я теперь могу отправиться. А-а-а. Подожди, я понял. Сейчас я в мастерской. А теперь я в библиотеку сейчас пойду. Да? Вау. Прикольно. Так, ну ладно, родной. Давай пока на этом закончим с тобой. Продолжим с тобой следующую серию. Не знаю... Не знаю, насколько... Не, мы её пройдём, на самом деле, до конца. Потому что славную традицию надо продолжать. Мы с тобой предыдущую часть почти прошли. И эту теперь точно пройдём. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставайся в комментарии. Пока что. На этом всё. Вы увидите там в следующей серии. Пока. До скорого. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok